Мои дорогие друзья, я Александр Пчев. Продолжаем, так сказать, ритуал шерезотериков. Надеюсь, если мне соседей в бухе не помешают. Так, первый ритуал. Это в интернете он был взят и назывался ритуал типа избавления от болезней, типа Салема. Ну, в фильмах, видать, сериалах смотрелись. То есть, я ритуал показывал Салема, там обычно христианизировано или католициза больше всего, или магия Вика, да. А тут у нас берем двух пышей, бреем их на коло, вот, и мажем спермой, как говорится, жеребцов. Очень странный состав. И что дальше? Это все? А дальше как определять болезни? Это что, какой-то анализ происходит или что, тоже непонятно. Дальше, чтобы муж не изменял. Нужно постирать его трусы. Если он в бане моется или в душе, резко прийти и начать ударять его три раза по лицу, приговаривая, негромко. Я представляю реакцию мужика. А чьи трусы, кстати, и он, или ваши? Это же тупость какая, да, не правда ли? Вот это меня поразило. Вот это тоже. Это, наверное, из серии особо извращенных людей. Если ваш ребенок болеет, возьмите, помажьте указательным пальцем, в общем, поковыряйтесь в заду и помажьте крестик на лбу ребенку. Вы че, рехнулись? Это работает? Я представляю ребенка. У него, наверное, реакция будет шока. Это какой, наверное, с браченкой быть? А тут самое главное еще есть внизу, которые довольны. Особенно вот по трусам довольны, которые похаребили. Как говорится, результатом видать. Мужик, наверное, отдубасил так хорошенько потом назад. Особенно меня поразило вот это, мадамс. А можно ли что-то вагина, что-то, можно ли мазать? А, ну понятно, слизью из вагины. Ну фу, ну люди, слушайте, что за пределы извращений? Вы из какого клуба извращенцев? Я вообще понять не могу. Вы понимаете, что нужно мозги хотя бы включить, когда вы это видите? У нас есть одна такая мадамс, уже выключится ритуалов, что выдумает, и потом психиатрическая больница ее встречает постоянно. Так, дальше. Это не подходит, это не подходит, это не подходит. А, вот тоже интересно. В 3 часа ночи зажгите 2 свечи. Непонятно, какие свечи. Перед зеркалом разденьтесь до гола. Так. Накопите литр мочи. Ждите. Это что нужно, отливать постоянно в банку? Поставьте перед собой и перед зеркалом сядьте. Начните потихоньку макать руки и протирать все свое тело. Вы в курсе, что будет реакция у тела? То есть это аммиак, да? То есть от вас ванища потом будет. А если муж зайдет невзапно? Или ребенок, или какой-то родственник. Прикиньте картину такая. Что за ванища тут, да? Обоссалась, что ли, или обоссался? А, это ритуал лилит. О, да. К лилиту-то не относятся. У лилит это немного другие жертвоприношения. Демонологи наши велики. И заклинание, причем очень простое. Слава лили, траля-ля, и все. А где великое заклинание и слова силы? Ничего нету, что ли? Не надо, да? А, ну так сойдет, да? Очень странно. Дальше. Вот это меня тоже поразило. Чтобы изгнать нечистую силу из дома, нужно взять, сжечь старые носки мужа. Слушайте, это какой-то ржать, что ли? Я специально выбрал вот эти все психические. Сжигайте, ага. Посыпайте зверобой. Ну, зверобой, вообще-то, защитная трава. Она блокирует все, но она не очищает. Я уже говорил об этом, да? То есть, старые носки мужа сожгите. А вот у меня вопрос, когда вы это будете сжигать? Вонищий вас не будет беспокоить, как бы. Обойдите по кругу, окурив помещение. После этого проветрите. Обязательно проветрите. Иначе, иначе просто не выживите. Я представляю, если там старющие носки, такая понище будет. Редкостная. Из-за боев не выветрите вообще никогда. Ну, понятно. Тут еще вот странный метод. Ну, не знаю, он такой важный, неважный, смешной, не смешной. Нам понадобится, так, три осы, живые в банке. Чтобы муж не изменял. Ну, это тоже, чтобы муж не изменял. И чтобы половая активность восстановилась. Как важна потенция в наше время. Кто жрет, что попало, да? Спортом не занимается. Так. Ну, тут мадам Сана пишет. Я делала. У меня муж спал. Он молодой. 30 лет. Ну, как сказать. Вот. Так. Сейчас подождите. Блин. Опять текст пропал. Вот. На старом телефоне плохо смотреть. Вот. Засунуло его причиндалы в банку, пока он спал. Его три... Ужалили. А, ну, то есть три осы ужалили его с половой член. А он вас сразу убил или после? Когда вздулся у него размером банку, наверное. Я представляю, что... После этого утром проснулась с синяком. Это несчастный случай. Бывает, наверное, такое, да? Ну, он вам, наверное, врезал за то, чтобы издеваться решить над его причиндалами. Вообще рехнулся. А если бы какие-то проблемы начались, как говорится, все-таки перчеристые тела, а там кровь постоянно. Черт знает, что это может превратиться. Понимаете, какие-то осы больные, заразные, какими-то, как говорится, тылями вирусными, еще чем-то. Вы не подумали об этом вообще, да? Потому что осы, челки тоже собираются всяких цветов, всякую фигню иногда. Ой, надо же. О, тут самая умная. А что делать, если женщине? Тот же процесс, только для женщин. Гениально! Вагина вспухнет. Половые губы, да? Но вы психи. Вы настоящие люди психи. На что вы только не готовы, чтобы добиться чего-то. Это же шизофрения уже. Ну, ладно, хватит для вас, наверное. Это вообще шиза полная. Всем удачи, успех. С вами был Александр Печуев. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео. Удачи и не сходите с ума, как многие, и не верьте мошенникам.